Всем привет! Мы продолжаем изучать язык программирования MQL5. И сегодня мы с вами познакомимся с операциями и выражениями. Давайте здесь немножко почистим, что осталось после прошлого урока. Итак, у нас есть три вспомогательные переменные. Самая основная из операций, самая часто встречающаяся, это операция присваивания. Выглядит она следующим образом. То есть в данном случае у нас изначально A было инициализировано числом 10. После вот этого выражения у нас переменная A становится равной переменной B, то есть числу 12. Давайте проверим это и посмотрим, что у нас будет в принте. И действительно у нас вывелось число 12. Еще одна операция это увеличение значения переменной, вот в данном случае переменной A на переменную на B. То есть по сути это аналог вот такой записи. Давайте проверим это на практике. То есть в данном случае у нас должно получиться число 22. Как видим, так и вышло. Следующая, тут в принципе аналогично. В данном случае A будет минус 2. То есть это операция уменьшения значения переменной A на B. Следующий вариант это умножение значения переменной A на B. То есть в данном случае на 12. И у нас получится число 120. Также можно записать и деление. То есть в данном случае значение переменной A становится равным операции деления A на B. Еще один не так часто как бы встречающийся вариант, но в некоторых случаях достаточно полезный. Это получение остатка отделения значения переменной A на переменную B. Ну в данном случае A у нас 10, B 12. Давайте посмотрим, что у нас получится. Получится у нас число 10. Еще два варианта операций. Это сдвиг двоичного представления переменной A вправо на B. То же самое для сдвига влево. Ну вообще по битвы операции встречаются при написании экспертов либо скриптов крайне редко. И возможно мы в каком-либо уроке это все рассмотрим. Но сейчас мы подробно на по битвах операциях останавливаться не будем. Собственно еще есть несколько по битвах операций. Это во-первых по битвы операция I для двоичных представлений переменной A и B. Также есть у нас двоичная операция I для двоичных представлений переменных A и B. Есть у нас еще по битвы операция исключающая I для двоичных представлений переменных A и B. Вообще по битвы операции производятся только с целыми числами. В каждом выражении может быть только одна операция присваивания. То есть мы не можем там записать например что-нибудь вроде вот такого и там как-то что-нибудь типа вот этого. Ну то есть тут собственно действует правило как в обычной школьной математике. Следующий тип операций это операции отношения. То есть также они называются как булевые операции. Собственно как мы помним из предыдущего урока логическое значение ложь представлено в языке MQL да и во многих других языках практически во всех целым нулевым значением. А значение истины представляется любым абсолютно не нулевым значением. Давайте посмотрим какие есть вообще булевые операции в языке MQL. Например у нас есть... Так давайте перефразируем принт наш вот таким образом. В данном случае у нас выражение будет истинным если A равно B. Так как у нас A не равно B, мы получим FALSE. Далее. Вот такое выражение. Результат этого сравнения будет истинный если A не равно B. В данном случае, как мы видим, это истинно true. Далее. У нас есть также операция меньше. Операция больше. Больше либо равно. И меньше либо равно. Так. Ну и в данном случае A действительно меньше либо равно, чем B. Ну, то есть в данном случае меньше. Не стоит два вещественных числа сравнивать на равенство друг другу. Так как в прошлом уроке я еще говорил, что довольно часто вроде бы два одинаковых числа могут оказаться неравными из-за разницы значения в каком-нибудь там пятнадцатом знаке после запятой. И именно вот для корректного сравнения двух вещественных чисел нужно сравнивать нормализованную разницу этих чисел с нулевым значением. Об этом всегда стоит помнить, потому что очень часто подобные операции сравнения с вещественными числами приводят к различным трудно улавливаемым ошибкам. А при написании тех же экспертов любые ошибки в коде вполне могут отразиться на финансовом благополучии счета, на который этот советник будет установлен. Следующий тип операции – это, собственно, арифметические операции. Тут у нас как бы все как в математике школьной. То есть, например, давайте, вот а равно там b плюс c. То есть это простейшее арифметическое выражение. И в данном случае у нас переменная а будет перезаписана значением суммы двух переменных b и c. То есть 12,3. И в данном случае у нас наш принт выдаст нам число 15. Следующая операция – операция вычитания величин. Также у нас есть операция изменения знака. Например, а равно минус а. И в данном случае у нас а будет равно, станет, точнее, равно минус 10. Следующая операция – это операция умножения. То есть b умножить на c. Мы получаем число 36. Операция деления. b делить на c. Число 4. Ну, также остаток отделения. То есть мы можем, например, записать вот таким образом. И, собственно, результат у нас получится 0. Еще две интересных операции. Это операция увеличения переменной на единицу и уменьшения переменной на единицу. То есть мы можем вместо того, чтобы писать вот так, мы можем написать 2 плюсика. И, собственно, в данном случае а у нас будет равна 11. Давайте проверим. А, правильно. Собственно, как мы помним, у нас код mql программы исполняется слева направо. И в данном случае print вывела изначальное значение a, не успев прибавить единичку к нашей переменной a. И вот в данном случае у нас a уже будет равна 11. То есть с очередностью исполнения кода нужно быть аккуратнее. Это операция, когда мы пишем переменную с двумя минусами после этой самой переменной, отнимает единичку от нашей переменной. То есть в данном случае мы получим число 9. Кроме того, мы можем записать нашу операцию и таким вот образом. В данном случае значение как бы не имеет, где мы будем ставить плюсы снизу, слева или справа. Ну вот здесь вот как бы у нас такая запись не будет распознана компилятором. Но вот когда плюсы там или минусы стоят перед переменной, ничего страшного в этом нет. Последние две операции, а плюс плюс и а минус минус, не могут применяться в выражениях. То есть мы не можем написать что-нибудь типа b плюс там c плюс плюс. Такое выражение будет работать некорректно. Ну или хотя в данном случае возможно отработает все правильно. Так, результат у нас 15. То есть мы видим, что наши плюсики просто были проигнорированы. Последняя группа операций в языке MQL5 это собственно логические операции. Давайте для демонстрации я создам новые четыре переменные с типом bool. Как-нибудь вот так. b1 равно true, скажем. b2 равно false, например. b3 снова true, b4 false, каким-то таким образом. Давайте познакомимся с первым оператором. Это логическая операция не. То есть в данном случае мы проверяем, равно ли значение переменной b1 значению опять же переменной b1. Естественно оно равно, потому что это одна и та же переменная. И соответственно мы получим false. То есть это операция логического нет. То есть если бы наши две переменные вот эти были не равны, мы бы получили true. В данном случае они равны и мы получаем false. Давайте b1 вот здесь справа заменим на b2. И мы получим уже другой результат выполнения этой логической операции. Операции не. Мы получили true, так как b1 действительно не равно b2. Следующая логическая операция. Так, давайте для нее создадим еще одну переменную. Например, переменную x. И не будем ее никак инициализировать никакими значениями. x у нас будет равно b1 или b2. b1 у нас true, а b2 у нас, соответственно, false. false. Соответственно мы получили true. Какая вообще логика у этой операции? x, если хотя бы одна из наших вот этих переменных равна правде, то есть true, то x у нас тоже правда. Если ни одна из этих переменных не равна true, то и x у нас тоже будет ложь. Ну вот давайте посмотрим. b2 и b4 у нас ложь. false. Соответственно, x у нас также будет ложь. False. Еще у нас есть логическая операция и. То есть в данном случае, если и b4 и b2 у нас true, тогда и x у нас true. Ну, в данном случае у нас обе false. И, соответственно, мы также получаем false. Если у нас одна переменная true, правда, а вторая переменная false. Соответственно, вот в этом уже примере, в отличие от логической операции или, мы также получим false. и true мы получим только если все два компонента здесь у нас будут равны true. можно записывать и более сложные операции, например, там еще и b2, к примеру. или вот и b2 или b, какую мы там еще не задействовали, вот эту. Если бы мы записали вот таким образом, b1 и b3 или, например, b2 и b4, что-то из этих двух, то мы получили бы true. Ну, то есть это я веду к тому, что само выражение из вот этих логических операций может быть сколь угодно сложное. И последнее, что я хотел бы отметить, это то, что к логическим выражениям применяется схема так называемой короткой оценки. То есть вычисление выражения прекращается компилятором, точнее программой, в тот момент, когда уже можно точно оценить результат нашего выражения. Например, у нас вот эти вот какие-то два значения достаточно долго вычисляются программой, а следующие, допустим, вычисляются быстро. Тогда стоит поменять их местами таким образом, чтобы вот эти, например, шли впереди, а более трудновычисляемые значения шли позже. Тогда, если программа уже точно будет знать, что вот это вот выражение, ну, то есть, что выражение уже точно ложное, ну, то есть, например, вот в этом вот случае, если мы вот так напишем, B2 у нас уже false, соответственно, X уже точно можно сказать, что будет false. И дальше уже что-то вычислять смысла никакого нету, поэтому для экономии ресурсов вычисления дальше уже производиться просто не будут. Очень много времени и кода при написании MQL5 программ занимают именно операции выражения различные, логические операции, арифметические операции, операции сравнения и отношения, булевые операции, операции присваивания, и, соответственно, все это основа языка MQL5, и ее нужно понимать очень хорошо. Ну и, пожалуй, на этом я закончу сегодняшний урок. Видео было записано специально для сайта TradeLakePro. Всем пока!